Приветствую вас и объективного вариантов два. Либо мужчина так понимает дружбу и проявляет ее к вам таким образом, таким вот, я бы сказал, странным образом. Либо у мужчины есть к вам чувства, которые он сам не желает признавать, которых он сам вполне может быть боится. Вот, и которые скорее всего не дадут, которым он не позволит влиять на свои действия. То есть я имею ввиду, что он скорее всего оставит все как есть, то есть он не уйдет из семьи и ничего не будет делать для того, чтобы стать к вам ближе. Иначе можно уже давным-давно бы это все сделал, ну сделал бы что-то. Вот. Ну вот в принципе и все. Вариантов здесь два. Вариантов здесь два. Есть еще третий вариант, что мужчина просто прикрывается семейными ценностями, потому что боится близости. Но я, честно говоря, в этом несколько сомневаюсь, вот. Потому что мне кажется, что мужчина, ну, на самом деле он чтит эти ценности, он может их чтить. Вот. Я в это верю. Я верю в то, что он действительно может чтить семейные ценности. Другое дело, что эти семейные ценности, они мало что значат, если сам человек не особо значим, не особо важен. Если к, допустим, супруге, да, если к женщине, нет сколько-нибудь серьезных эмоций, нет сколько-нибудь серьезных чувств, нет сколько-нибудь такого, ну, влечения. Да, скажем так. Вот. То есть, тут, в принципе, ситуация достаточно простая, на мой взгляд. Другой вопрос, как сформулировал его мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, другой вопрос, чего хотите вы в этой ситуации и на что вы рассчитываете, на что вы надеетесь, надеетесь ли вы на что-то. Вот. Потому что мужчина вполне, ну, вполне может, долго, знаете ли, так вас держать. То есть, долго может, ну, вести себя в таком ключе. Вот. И, соответственно, вы будете, ну, из-за этого вы будете только, только страдать. Вот. А я уверен, что вам бы этого не хотелось. Ну, вам бы этого не хотелось. Вам бы не хотелось страдать. Вот. Поэтому вам желательно все-таки определиться, чего хотите вы, что нужно вам. Вот. Вот. Чего желаете вы, Афмышхина, как вы к нему сами относитесь, и уже после этого можно будет, о чем-то говорить, уже после этого можно будет, значит, что-то исследовать. куда-то двигаться. Ну, куда-то двигаться вперед, я имею в виду дальше. Вот. Смотреть, например, на то, насколько ваша жизнь является, ну, обустроенной, да. То есть, насколько вы сами, вот, довольны своей жизнью, насколько вы сами обустроены идею, насколько вы удовлетворены. А вот, ну, ну, своей жизнью и удовлетворены, либо идею вообще, вообще. То есть, вот это все, вот это все, на мой взгляд, нужно, конечно, корректировать. Вот. Потому что, ну, то, что вы говорите сейчас, это, то, что вы пишете сейчас, это очень похоже на такую вот демонстрацию, ну, какой-то, не знаю, зависимости от человека. Какой-то надежды, надежды на то, что человек вам, ну, что-то даст. Надежда на то, что человек вам что-то позволит. Надежда на то, что человек, эээ... человеком у вас что-то получится. Вот. А он, он женат. Он женат, и в любой момент он может просто помахать вам рукой и сказать, ой, трассы, ну, ты же знаешь, между нами, между нами ничего не могло быть никогда. Вот. Вот такая шторма. Вот. И вы будете сюда. Просто. А вот, мне бы, а, мне бы, ну, мне бы не хотелось, а, для вас этого. Мне бы не хотелось, а, чтобы, чтобы вы страдали. Мне бы не хотелось, чтобы у вас, а, была, ложная, ложная такая надежда на то, что он, ситуация может, ну, как-то вот, а, улучшится. Понимаете? А, а, вот, в принципе, так. То есть, я понимаю, что, скорее всего, вы не удовлетворены. Я понимаю, что, скорее всего, вам чего-то не хватает, и вы, ну, вы хотите это дополучить от мужчин, я отдаю себе в этом отсчёт, но суть это на самом деле не меняет, не меняет это, не меняет. Вот, понимаете, поэтому, такая вот история, а я надеюсь, что он, ну, помог, помог вам, надеюсь, что он, вы услышали меня, надеюсь, что он, вы поняли меня, вот, и надеюсь, что вам будет более понятно теперь, эта ситуация, вот, чтобы вы не переживали так сильно, и вместе с тем, чтобы вы не питали себя ложными надетями по поводу этого человека, вот, если они есть. Сейчас-то мужчины делают подобное, когда у них есть какие-то проблемы в семье, вот, А, ну, просто вот, когда есть трудности в семье, вот, и, в этом, ну, частенько бывает такая история, что мужчины, вот, обращают внимание на, ну, на других женщин, вот. Вот, в этом тоже, знаете ли, ничего хорошего нет, ну, как мне видится. Так, вполне вероятно, что у него есть какие-то трудности еще в семье своей, вот, вполне вероятно, что у него какие-то сложности, вот, которые он, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот таким образом, в том числе, через вас, через общение с вами. Хотите ли вы для него быть средством или не хотите быть для него средством? Ну, на мой взгляд, решать это исключительно вам, исключительно вы решаете этот вопрос, этот момент. Вот, но, по моему опыту, люди, вступая в такого рода отношения, всегда больше проигрывают, чем выигрывают. Вот, к сожалению. Вот так, можно вам ответить. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация ваша разрешится. И вы сможете двигаться дальше по жизням. А с этим человеком сможете общаться на ровно том уровне, на каком он может, на каком ему комфортно, так как ему комфортно. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, успехов.